Сегодня мы рассмотрим вопрос по снижению коррупционных рисков при использовании государственного и муниципального имущества и бюджетных средств, а также негативного влияния проблемных организаций на экономическую безопасность республики. В настоящее время, конечно же, темпы роста не те, которые мы планировали и которые мы желаем. Некий рост в конце года есть, но, конечно, не тот, который мы хотим. Индекс промышленного производства и, конечно же, значительный дефицит бюджета республики, большая задолженность по налогам. В этих условиях недопустимы любые потери резервов роста экономики. В первую очередь это касается неэффективного использования имущества. По итогам инвентаризации, проведенной в 2013-2014 годах, выявлено более 31 тысячи земельных участков без регистрации прав. Из них оформлено около 13 тысяч, однако почти 60% до сих пор не зарегистрированы. Это 18 300 участков. Кроме того, вновь выявлено около 22 тысяч объектов недвижимости, из которых только четверть зарегистрирована собственность. Здесь есть существенный резерв для пополнения бюджета. Надо до конца года завершить регистрацию всех этих объектов. И Министерству земельных и имущественных отношений, и нашим муниципалитетам, моему помощнику, который отвечает за имущественные отношения на Рудиново, активизировать эту работу. За последние 4 года выявлено 757 преступлений по сделкам с земельными участками. Это те, которые мы просто как бы выявили. Особо негативная ситуация наблюдается в Высокогорском, Пестричинском, Тукаевском, Лаевском и Верхнеусловском муниципальных районах. Понятно, там, где вкусно, там, где близко к городу, промышленным центрам, эти процессы идут такими темпами, что очень нужна серьезная работа. Минимальная сумма ущерба по выявленным преступлениям составляет порядка 300 миллионов рублей. Органами внутренних дел, следственному управлению, прокуратуре необходимо выявить все обстоятельства таких преступлений и причины. Такая работа идет, мы знаем, и дать должную оценку каждому должностному лицу. Мы уже через интернет узнали, регистратор Лаевского района возбужденного уголовного дела, Павел Михайлович, если я не ошибаюсь, так, да? И это связано как раз с теми действиями, которые, теми противоправными действиями. Ну и главная задача – обеспечить возврат похищенного имущества, собственность муниципалитета, если это республика, собственность республики. Более жесткий контроль должен быть за использованием бюджетных средств, на реализации крупных инфраструктурных проектов, на социальные значимые отрасли. За последние 4 года органами госфинконтроля в этих сферах выявлено нарушение с материальным ущербом порядка 200 миллионов рублей. Необходимо усилить работу по налоговым доходам. Сегодня задолженность в консолидированном бюджете республики превысили 5 миллиардов рублей. Здесь и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц, налог на имущество предприятия, транспортный налог. Цифра очень значительная. Мы говорим о дефиците, и в то же время вы видите, какая сумма задолженности. И самое главное, эти предприятия, потенциальные клиенты на банкротство, и этих денег мы можем не увидеть. Поэтому заранее мы должны все это внимательно простеживать. И, конечно же, существенное влияние на формирование данной суммы оказывают недобросовестные фирмы, так называемые «отнотневки». В результате проведенных налоговых проверок с 2011 года выявлено почти 1300 таких фирм. Их значительно больше. Это только те, которые выявлены. Я думаю, сегодня наши выступающие об этом скажут. Насчислено более 3 миллиардов. А 5 миллиардов рублей из них 3 миллиарда взысканы. Однако по причине проблемности должников за 4 года осталось без взыскания 140 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 25 миллиардов рублей. В том числе более 19 миллиардов рублей не досчитали бюджеты всех уровней. Это колоссальные средства. За каждым таким фактом стоят невыплощенные зарплаты, неуплощенные налоги, но и обязательности перед партнерами. Конечно же, и здесь наша репутация республики подпадает под критику. Нам необходимо установить причины ситуации, выявить должностных лиц, дать должную оценку и, конечно, определить пути решения. Мы эту тему неоднократно уже озвучивали. Тем не менее, собака лает, карабаны идут. Вроде бы какие-то действия есть, но пока не эффективные. Сегодняшние решения должны способствовать повышению эффективности использования имущества и бюджетных средств, снижению негативного влияния проблемных организаций на экономическую безопасность. И, конечно же, бюджетные средства – это не только что украли, а то, что строим ненужные объекты или объекты с какими-то немыслимыми объемами. Мне дали один объект на реконструкцию. Квадратный метр получается 70-80 тысяч квадратных реконструкций. Новый объект построят 40-50 тысяч хорошим оснащением. Такие вещи сплошь и рядом. Наши проектные институты вообще никуда не годится. Проектный институт не приглашен. Файзуллин здесь, Эрик здесь, Эрик. Пора кончать с этими делами. Я считаю, что есть норматив расходования на ремонт. Вот как капитальный ремонт ведем, у нас есть стандарты. Везде должны быть жесткие стандарты. Какие-то немыслимые, дорогостоящие покупки. Это все должно быть расписано. И здесь центр ответственности за Вашим министерством. Дорогие коллеги, мы все доклады, выступления заслушали. Подготовлен очень обстоятельный материал, очень большой. То, что здесь было озвучено, это небольшая часть той работы, которая проводится антикоррупционной службой. И, конечно же, по многим вопросам нам уже пора менять наш стиль работы. Те подходы, которые были терпимы 10-5 лет назад, уже такие формы неприемлемы. Надо все-таки адаптироваться в то законодательство, которое есть, и постараться вписаться в это. Если бы не вписались, то наши дороги расходятся, и каждый выбирает свой путь. А то, что было сегодня сказано, это серьезные замещания. И в адрес государства служащих я по поводу злоупотребления госслужащими и их родными уплаты коммунальных платежей штрафов я еще не слышал. Но, Асхат Ахмедович, подготовьте мне справку. На самом деле, мы должны быть примером, наши действия должны быть примером. Должностные лица республиканского, муниципального уровня, наши представители федеральных наших структур, они должны быть тем примером, который как бы у людей не должно возникать вопросов. Поэтому все эти вопросы мы сгруппируем, в течение 10 дней будет подготовлено решение. Работа антикоррупционной службы будет продолжена. На самом деле, надо делать соответствующие выводы. Министерства, которые были сегодня озвучены, и те, которые пока не озвучены. Муниципалитеты, где есть большие претензии, особенно по земельным вопросам, явно идет сговор, явно идет мошенничество. И это не без вашего участия. Я неоднократно уже предупреждал, такими вещами заниматься не нужно. Ничего это хорошим не кончится. Материалы очень серьезно подготовлены. Марс Сарамович, молодец. Спасибо нашим правоохранительным органам. На самом деле, в последние годы мы очень серьезно работаем, но стандарт, который мы для себя определили, он совершенно другой. Нам еще много нужно поменять в наших отношениях. Особенно, как было сказано, земельные вопросы. Значит, эффективность использования бюджетных средств, имущества. И, конечно же, это жульничество с фирмами-однодневками. Здесь и налоговые, и службы Центробанка. Все должны активно принимать участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!